Евангельские события, которые происходили в первые дни после воскресения Христа. Кто такой Фома и верующий? А поговорка эта закрепилась в русском языке, мы часто слышим этого выражения. Священное предание говорит нам о том, что Фома, а имя его переводится как «близнец» с саудейского языка, Фома ходил за Христом, был свидетелем многих его чудес, прилепился к нему сердцем, как сказано о нем, и неотлучно был с ним. Наутро после воскресения первыми пришли ко гробу Господню женщины. Среди них была Мария Благодарина, она первая пришла. Они должны были довершить обряд погребения. Что же увидели они? Они увидели камень, отодвинутый от отверстия, ведущего к пещеру, в лоб Господи. Ангел сказал им о том, что нельзя искать мертвого среди живых. Было несколько явлений Бога в этот день своим ученикам. Первым явился Мария Магдалини, которая побежала сообщить апостолам о том, что Господь шип, что он воскрес. Апостолы не поверили, не поверил и Фома. И вот после прошествия некоторых событий в этот день, когда они находились в горнице Сионской, сидели в заперти, опасаясь иудеев, что они растерзают их, пройдя сквозь запертые двери явился Господь. В этот день не было Фомы рядом с апостолами. И когда ему рассказали о том, что Господь жил, что он воскрес, он не поверил. Прошло восемь дней, и Господь вновь явился ученикам, и уже в присутствии Фомы и Фома, прикоснувшись к рамам его на руках и в ребрах, уверовал в него. О чем говорит нам это событие евангельское? Оно говорит о том, что вера в Господа нашего Иисуса Христа должна быть в всяких условиях веры, что она должна быть в сердце. И, конечно же, это большой урок всему. Моли Господа на святую пустыню Фоми. Христос воскресе, дорогие боги. Воистину воскресе.